Жуки Такими ужасными Самые большие и страшные жуки в мире Сначала я отправлюсь на поиски самых больших в мире жуков Мне понадобится весь мой опыт энтомолога, чтобы узнать, где они прячутся, избежать опасности и понять, почему некоторые жуки бывают длиной с ладонь А самые большие размером с небольшого кота Начнем с самых больших в мире тараканов Вот это в нашем понятии жуки-великаны Фу! Есть страшилища, что живут под полом и в кухонных шкафчиках Но это еще не великаны Вот это великаны Но не волнуйтесь, их вы у себя на кухне никогда не обнаружите Вот где они встречаются Поиски великанов приводят меня в австралийский буш Чтобы жить здесь, нужно быть очень выносливым Какая жара А, идите сюда Видите? Сухая почва И кажется, недавно раскопанная Я хочу найти гигантского таракана В целом тараканов искать легко А этих гигантов нет Они живут только в Квинсленде И только в норах Видите? Ну иди сюда, не лишай нас удовольствия Так, я поймал его Вот ты какой Какие колючие лапки Вот это называется таракан Посмотрите на него Может, это еще и невзрослая особь Судя по всему, самец, мальчик Его длина Около 7,5 сантиметров Видите, вот этот выступ Значит, это самец И он может рыть почву Это все равно, что повернуть козырек вот так Копать грудной клеткой Прелесть, правда? Эти тараканы, слава богу, в городах не водятся Они сугубо сельские жители Они роют ходы Они могут пройти через очень плотную почву Прямо как мини-экскаваторы Под панцирем голова Она всегда хорошо защищена Знаете, на ощупь он Приятный и прохладный Приятный и влажный И это объясняет, почему они живут под землей Даже в 30-ти градусную жару В их норах прохладно, как в винном погребе И как и хорошему вину Гигантским тараканам возраст не помеха Они живут до 10 лет А таракан у вас на кухне Только два Еще более удивительно то, что самки гигантских тараканов Живородящие Это очень необычно, ведь все остальные откладывают яйца И они ухаживают за детенышами до 9 месяцев Но почему эти малыши вырастают гигантами? Это загадка Но ученые считают, что это как-то связано с влажностью Самые крупные тараканы встречаются там, где выпадает больше осадков Когда начинается дождь, они вылезают из своих нор, чтобы встретиться, спариться и пойти дальше Это единственное время, когда они не засохнут в палящей австралийской жаре Итак, тараканы выползают, когда начинается дождь Они собирают листья, листья эквалипта и все, что могут найти, и тащат в норы Это сухие старые листья Сухие на вкус Сухие старые листья Я бы не смог на них выжить А тараканы могут У этого малыша денек был еще тот Довольно интересный Но мы полностью разрушили его нору К счастью, я нашел рядом другую, заброшенную Это всегда можно определить потому, что вход в нее никогда не закрывается И вот тут я его отпущу Переселение прошло успешно Положу ему листик для подкрепления вот так Гигантские тараканы большие, но я только начал свои поиски Следующий жук поможет ответить на вопрос Почему жуки не бывают размером с автобусом? Стрекозы Стрекозы Я их обожаю Потому что они такие древние Они существовали еще 300 миллионов лет назад Это когда появился уголь Представляете? А еще мне в стрекозах нравится то, что раньше они были гораздо больше Когда-то они были самыми большими летающими насекомыми в мире Разумеется, это миниатюрная модель 21 века Разнокрылая стрекоза — крепкое создание Но я хочу представить вам ее длинного, изящного сородича Равнокрылую стрекозу Большинство самых крупных жуков мира живут в тропиках А в Южной Америке, где дождевые потоки, несущиеся сант Заливают вершины Венесуэлы и Бразилии Живут другие удивительные создания Но в этих местах можно найти и огромное насекомое Гигантскую равнокрылую стрекозу Они встречаются возле поваленных деревьев Потому что в их стволах есть дупло с заполняемой водой И самки прилетают к этим крошечным бассейнам, чтобы отложить яйца А там, где есть самки, там есть и огромные самцы Самцы — прекрасные летуны Они зависают над своими водоемами, как мини-вертолеты А при появлении нежеланных гостей Они превращаются в вертолеты-истребители Поймал Почему они такие большие? Все очень просто Такие места для обитания, как стволы этих деревьев, встречаются редко А за них стоит побороться А если это крупный самец, то у него больше шансов привлечь самку с помощью такого жилища Эти стрекозы-вертолеты — самые крупные в мире Длина их тела — около 10 сантиметров Размах крыльев — почти 9 В прошлом, судя по ископаемым, равнокрылые стрекозы были гораздо больше Примерно вот такими А почему? Причина проста — кислород Мы, люди, развивались в атмосфере с содержанием лишь 20% кислорода Мы к этому привыкли Мне этого достаточно, чтобы 5 минут бодро крутить педали велосипеда Я в порядке, кислорода хватает Но равнокрылые стрекозы и их ближайшие родственники, разнокрылые, развивались тогда, когда кислорода в воздухе было в два раза больше, чем сейчас И летающие насекомые стали великанами Представьте себе стрекоз с размахом крыльев 60 сантиметров А теперь представьте себе, что уровень кислорода понизился вдвое Ученые считают, что разлагающиеся бактерии и грибки стали забирать его гораздо больше С понижением уровня кислорода размер насекомых уменьшился Если снижение уровня кислорода уменьшает насекомых, то как это повлияет на меня? Я попросил, чтобы мне нашли гиперболическую камеру Они помогают аквалангистам прийти в себя после перепада давления Для меня уровень кислорода уменьшат вдвое Когда я сниму маску, это будет все равно, что попытаться дышать на вершине Эвереста Ну вот Как тяжело! Я начинаю крутить педали, но хочу остановиться У меня нет сил Через минуту начинает колотиться сердце, а через две мне не хватает воздуха Мышцы просто кричат от боли Прошло две с половиной минуты Уровень кислорода в крови 57% Он сильно понизился Становится очень тяжело Как ты? Тяжело И голова побаливает Меня беспокоит, как скажется на мозге нехватка кислорода Наш мозг составляет лишь 2% от массы тела, но забирает 20% потребляемого нами кислорода Недостаток кислорода приводит к потере памяти, слепоте и потере сознания Можно мне надеть? Я хочу надеть Подождите, я надену маску Знаете, тут такое чувство, будто я в пузыре из углекислого газа или азота, и мне не хватает воздуха Мне не нужен воздух Нужен воздух, чтобы что-то делать Нужен воздух Нужен воздух Пытаться работать при нехватке кислорода неприятнейшее ощущение Мне хочется плакать Мне хочется спать Мне ужасно Но мои проблемы ничто по сравнению с жуками Их дыхание неэффективно В их крови мало кислорода И они зависят от воздуха, поступающего через крошечные отверстия или поры по краям своего тела Итак, размер жука зависит от объема кислорода, который он может поглотить Мои поиски самого большого жука снова приводят меня в Квинсленд, Австралию Если бы я захотел описать насекомое в 20 сантиметров длиной С углом зрения 360 градусов С молниеносными боевыми и защитными рефлексами Как, на ваш взгляд, выглядело бы это насекомое? Вы угадали Это богомол Хищник, способный слиться с листвой Застыть, как статуя А потом поймать муху или осу в полете Оружие богомола — его необычные передние лапки Которые, как карманные ножи на пружине Они выбрасывают вперед, чтобы схватить и удержать жертву Передние две шести лапок этого жука-богомола превратились в самое настоящее орудие убийства Но, хоть они лавки и смертоносны, эти хищники должны быть очень осторожны Чтобы не стать жертвами более крупных убийц Каким же образом богомолам удается не стать завтраком для других хищников? Их первая линия защиты — маскировка Все богомолы сливаются с окружающей средой Но никто не делает это так хорошо, как орхидейный богомол Он даже качается, как орхидея на ветке Он может прятаться также в цветах папайи и красного жасмина Даже его ноги имеют форму лепестков Просто красота! Но у богомолов есть в запасе еще один трюк При встрече с хищником, даже очень крупным, они встанут и будут драться И так, для богомола важен не размер, а отношения Неважно, большой ты или маленький, все богомолы в душе считают себя великанами Как маленький богомол может одолеть крупного врага? Моя съемочная группа отправила меня на задание узнать их секрет Инструкции я получу по СМС Приготовиться к бою тебя встретит Тиффани богомол Понятно! Тиффани покажет мне кунг-фу богомола А мне придется с ней сразиться Мне и правда все это нужно? Да, нужно Твоя задача схватить ее за руки всего за секунду Все, что мне известно о кунг-фу богомола То, что его придумал сотни лет назад один китайский студент Который изучал движения жука-богомола Его приемы включают 12 движений рук, взятых у жука-богомола Техника у нее очень хорошая Зато у меня руки длинные ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я сдаюсь. Сдаюсь. Это доказывает, что если ты маленький, но владеешь приемами, то можешь сразиться с кем угодно. Я не рохля, но эта техника для меня чересчур быстрая. Очень хитрые приемы и жесткие. В каждом жуке богомоле бьется сердце великана. А теперь жуки не только большие, но и сильные, если дело принимает серьезный оборот. Новой Зеландия – страна доисторических лесов. Там живут странные животные, вроде неумеющие летать кицы-киви. И жука с клыками. Эти клыки на голове новозеландского кузнечика. Они – родственники сверчков, а самцы пользуются клыками в драках, как слоны или моржи. Они дерутся за территорию и за самок. Подобные битвы ведутся уже почти 300 миллионов лет. Они очень, очень древние. Новозеландские кузнечики древние, но их еще продолжают изучать. Вот это существо обнаружили лишь несколько лет назад. Очень редкий. Очень, очень редкий. Настолько, что его стали искусственно разводить. И через несколько лет у него будет еще несколько самок, за которых можно побороться. Неплохо, да, дружище? В Новой Зеландии водится несколько видов кузнечиков. Среди них есть и великаны, такие как этот. Гигантские кузнечики – супертяжеловесы мира насекомых. И потому что они весят более 80 граммов, они входят в число самых тяжелых насекомых мира. Но самый хладнокровный из них живет к югу отсюда, в горах Новой Зеландии. И когда я говорю «хладнокровный», я это и имею в виду. Горный кузнечик всю зиму проводит подо льдом. А когда наступает весна и лед тает, он появляется из своей холодной усыпальницы, как по волшебству. Но волшебства тут нет. В организме этого кузнечика есть особые вещества, которые препятствуют образованию кристаллов льда. Это был очень хитрый ход. А у меня получится? Чтобы понять, в каких условиях зимуют горные кузнечики, я пришел в Центр нагрузки, где доктор Джон Марцен даст мне понять, что значит находиться в горах среди зимы. И как и на кузнечиках, на мне не будет одежды, кроме пару шортов для приличия. Температура в холодильнике минус 16 градусов по Фаренгейту или минус 8 по Цельсию. Их холод бьет по мне, как кирпич. Мы не созданы для жизни в холоде. Если наша температура понизится даже ненадолго, это приведет к гипотермии, которая может убить нас. А у горного кузнечика всего-навсего затормозятся процессы. Для горного кузнечика это как первый день зимы. Для них все еще только начинается. Я скоро дам дуба. Они размножаются при таких температурах. Поразительно. Но мне нужно согреться. И я могу это сделать, если попрыгаю и побегаю, ведь когда мышцы работают, они создают тепло. 15 минут движения могут меня согреть. И в этом мое отличие от новозеландского кузнечика. Он будет охлаждаться и дальше, пока не станет холодным, как лед. И не будет ни двигаться, ни есть. Почти как мертвый. А я так не могу. Мне нужно тепло, чтобы выжить. Я буквально промерз насквозь. По мере того, как я холодею, мое тело жертвует внешним слоем, чтобы сохранить теплую середину, особенно сердце и мозг. Но мой мозг уже охлаждается. Математический тест Джона выполнить невозможно. 44 плюс 18. 60 с чем-то. 62. 59 плюс 21. 59. 80. 80. Так, на это ушло больше минуты. Ты близок к пределу. Если температура опустится еще, мы тебя оттуда забираем. Ладно. Скажи нам, что ты сейчас чувствуешь. Кажется, мне еще никогда не было так холодно. У меня очень болят уши, руки и пальцы. Вообще-то это ужасно. Думаю, тебя пора забирать. Хорошо. Забирайте меня. Моя внутренняя температура понижается, а это серьезно. Настал момент, когда дальнейшее понижение может быть очень опасно. Солнце. Тепло. Мне нужно было выбраться оттуда. Нужно было выбраться. Мне до этого горного кузнечика с его способностями далеко. Пожалуй, один пункт в пользу жуков. Нет лучшего времени увидеть сельву, как во время дождя. Это и есть сельва. Те самые условия, которые так любят наше следующее существо. Посмотрите-ка. Вот это размер. Это гигантская многоножка. 16 или 17 сантиметров длиной. Прекрасное создание. Очень тонкая кожа. Поэтому она не может тратить влагу. Поэтому она прячется и выползает во время дождя. Посмотрите, как она передвигается. Изумительно. С какой грацией она переставляет все свои ножки. Как я говорил, для людей они абсолютно безвредны. Но есть подобная осыпь, которая требует при встрече несколько большей осторожности. Кто-то что-то нашел. Где он? Давай посмотрим. Осторожно, осторожно. Да это же гигантская сороконожка. Подожди, подожди, подожди. Вот так. Не дадим ей уйти. Это очень опасный хищник. Из тех, кого лучше не трогать. Тут нужно проявлять уважение. Если ее потревожить, она поднимет задние ножки. Это способ защиты. И у нее здоровенные зубы. Вот такие. Прямо как ножи или вилки. Я покажу, чего делать не надо. Не нужно трогать сороконожку. Но можно осторожно погладить ее по спине. Ух ты, а мы с характером. Упс. Спасибо. Видели? А вот ее задние ножки. Если я сделаю так, она повернется восьмеркой и укусит меня. Можете не сомневаться. Вот эти зубы спереди, на самом деле, передние ножки. Они эволюционировали, стали полыми, и в них теперь ядовитые железы, что делает их ядовитыми зубами. Но на самом деле, это видоизмененные ножки. Смотрите. Я ей надоел. Как я ей надоел. Осторожно, осторожно. Камера, камера, камера. 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 Если у вас вцепится гигантская сороконожка, она вас не отпустит. Когда она отправляется на охоту, остерегаться должны все, от жуков до птиц и ящерец. Она прекрасно лазает. Она создана для поисков в норах. Никто не спасется. Среди равных ей по размеру лучшего хищника нет. Ее основное преимущество – форма тела и скорость. Длинная, ловкая, очень быстрая. Как с такой справиться? Сейчас я докажу вам, что главная форма тела. Соревнуется жук и сороконожка. Я большой жужжащий жук. А вон там человек сороконожка. Вперед, жуки! Пошли! Пошли! Соревна! Соревнуется жук и сороконожка. Вперед, жуки! Если надо быстро протащить крупное тело через отверстие, то лучше быть длинным и тонким, как сороконожка. Дружище, ты победил. Как нам повезло, что мы ее нашли. Они ведь все время прячутся. Я отнесу ее обратно. Она ведь не хочет высохнуть. Но пошли. Лучший хищник джунглей. Замечательно. Как нам повезло. Вот здесь ты живешь. Я положу тебя прямо сюда. Давай. Пока. Счастливо. Не буду тебе мешать. Давай, давай, иди. Пока. Длинное и тонкое тело обеспечит вам место среди самых больших в мире жуков. А у следующего жука это доведено до предела. Я сижу тут уже полчаса. В трех метрах от дерева надеюсь найти одного из самых больших в мире насекомых. Но я его не вижу. Подожду еще немного. Это создание меня избегает. И мне это надоело. Я иду искать. Так, это то самое место, где их можно найти. На листьях. Они сидят на самой верхушке и поедают листья. Несмотря на свои габариты, найти их очень трудно. Вот он, вот он, вот он. Это листотел. Некоторые называют их палочниками. Они принадлежат к одному и тому же семейству. Сейчас я вам покажу. Это листотел. Он в близком родстве с палочником. И у них общее одно. Они могут вырасти до невероятных размеров. Вы спросите, почему? Очевидно, дело вот в чем. Представьте себе, что птица, поедающая насекомых, наткнется на что-то вроде этого. Она подумает, ну нет, я пас. Я столько не съем. Значит, размер – это его защита. Но есть и кое-что еще. Удивительная маскировка. Ведь им совсем не хочется, чтобы их обнаружили. И они сливаются с окружающей средой. Но срабатывает ли эта маскировка? Может ли палочник обмануть хищника? Я велел моей съемочной группе проверить, смогут ли они обмануть меня с помощью маскировки. Задача вот в чем. Мне сказали, что наверху лежит еда, и у меня две минуты на то, чтобы ее съесть. Такая работа мне нравится. Ничего особенного. Все очень просто, вкусно. А теперь я должен сделать это снова, но правила изменились. Еды по-прежнему много, только она замаскирована. И на еду не похожа. Так же, как не похож на еду и жук-палочник. Тут ничего нет. Пусто. Просто смешно. Время истекло. Я голоден. Я ничего не вижу, честно. Вот список того, что я не заметил. Не знал. Давайте посмотрим. Это съедобно? Надо же, как хитро. Это съедобно. Видели? Ей понятия не имел. Нет, я не знал. Отлично. Это не кабель. Лакрица. Обожаю лакрицу. И еще кое-что. Сам список. Это была отличная маскировка. А сколько бы вы нашли? Роза была из глазури. Тарелка из марципана. Кружка тоже. А телевизионный кабель из лакрицы. А список был на рисовой бумаге. Вот в этом все и дело. И палочники тут просто молодцы. Сидят себе и думают, посмотрим, найдешь ли ты меня. Захочешь ли ты меня съесть? Листотелы и палочники – мирные вегетарианцы. Поэтому их маскировка должна быть безупречной. У них нет иного способа защиты. Вот этот, в точности, лишайник на стволе дерева. А как вам этот листотел? Он до того хорош, что на нем есть укусы насекомых. Лист – поедающий лист. Каково? Даже их яйца замаскированы. Они похожи на семена, лежащие на почве. А когда вылупляются малыши, они похожи на муравьев и инстинктивно взбираются на ближайшее дерево. Большинство палочников обладает еще одной поразительной особенностью. Некоторые самки не спариваются. Они все делают сами. Из неоплодотворенных яиц вылупляются самки. Они вырастают, производят новых самок. Мгновенная семья. Ух ты! Хитро придумано. Колючий палочник – крупное, но не самое быстрое существо на нашей планете. Зато он знает, куда ему нужно. Ему нужно слиться с листвой и еще немного поесть, чтобы еще немного вырасти. А пока он поднимается, я отойду и поищу кого-нибудь еще побольше. Левее, еще левее. Так, так. Теперь ствол выше, выше, выше. Ничего, я спущусь. Я спущусь. Ух ты! Ты в порядке? Все нормально, моя длинная? Кажется, она в лучшей форме, чем я. Красавица, правда? Это гигантский малазийский палочник. Он из тех существ, что живут на самом верху кроны, потому что притворяются палками. Конечно, с не таким толстым стволом. Малазийский гигантский палочник – самое длинное насекомое в мире. Не именно этот, но где-то там, наверху, живет его самый длинный родственник. Самое длинное насекомое в мире – малазийский лесной ходячий палочник. Его обнаружили несколько лет назад, и его длина почти 60 сантиметров. Я Рут Клинпасты, и мои поиски самого большого жука снова приводят меня в сельву Латинской Америки. О-о-о-о! Посмотрите! Это самый большой паук в мире! Самый крупный из жуков! Чемпион! Эти пауки вырастают до 30 сантиметров в диаметре, а их вес достигает 113 граммов. Представляете? Это материал для голливудских фильмов ужасов. Поразительно! Какое чудовище! Какой хищник! Неудивительно, что о них снимают фильмы. Они могут убить человека на расстоянии 12 шагов! Какая ерунда! Посмотрите на это смирное создание. Да, это охотник. Да, он большой, но он очень медлительный. У них нет ушей. У них 8 глаз, но они плохо видят. Но зато у них есть тысячи волосков. На лапках, на теле. И эти волоски помогают следить за потоком воздуха. Это значит, что они чувствуют приближение людей. Они чувствуют приближение хищников, а также приближение добычи. Если я взмахну рукой, видите их реакцию? Паук чувствует это с помощью волосков на своих удивительных ножках. Не бойся, девочка, я не хотел тебя обидеть. Если бы я был хищником, я бы всегда подбирался сзади, зная, что спереди фелицера. А если я подхожу сзади, она выпускает эти волосинки прямо мне в лицо. Волоски ядовиты и вызывают раздражение кожи, глаз и носа. Но волоски говорят также и о том, что гигантские пауки на самом деле тарантулы. И как все тарантулы, они хищники. Они поджидают свою жертву и убивают ее ядом своих хелицер. Но они должны быть осторожны при встрече с другими гигантскими пауками. Во время спаривания самец, чтобы защититься от укуса самки, держит ее хелицеры острыми крючками на своих лапках. Нет данных о том, чтобы гигантские пауки убивали людей, но их укусы очень болезненны и могут вызвать паралич. Как и большинство пауков, они не кусают, если не чувствуют опасности. Более крупных пауков, да и жуков, вообще не бывает. Будь они крупнее, они не смогли бы снабжать кислородом свое тело. Ты куда? Куда? Куда ты? Тебе нужно не туда. Прелесть, правда? Посмотрите. Ну давай, слезай. Куда он делся? Вот какой умный паук, вернулся назад. Единственное время, когда эти свирепые хищники бывают уязвимы, это когда они линяют. Когда у паука начинается линька, он перестает есть и прячется. Он теряет волосинки и на животе, и кожа делается голубоватой. Под старой кожей уже образуется новая. А между этих слоев паук впрыскивает жидкость. Под давлением жидкости старая кожа на спине лопается, и паук сбрасывает свой старый костюм. Гигантские пауки линяют на протяжении всей жизни. Малыши меняют кожу раз в месяц, а взрослые раз в год. Каждая линька приближает их к тому, чтобы стать гигантскими и одними из самых больших в мире жуков. Следующий жук, хоть и не превосходит гигантского паука по размеру, является истинным чемпионом по весу и силе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тут происходит нечто странное и удивительное. И все это связано с ростом. Чтобы стать подлинным гигантом в мире жуков, надо есть гнилую древесину. И немало. На гнилых стволах вырастают чемпионы. Смотрите, что я нашел. И это всего лишь детеныш. Это личинка жука Геркулеса. Если хотите увидеть нечто замечательное, посмотрите на отца этого существа. Самые откормленные личинки становятся самыми крупными жуками. Проведя почти год под землей, в постоянном процессе питания появляется, наконец, взрослый жук Геркулес, огромный как грузовик. Папа Геркулес. Папа Геркулес. Замечательный экземпляр. Посмотрите, крупнее жуков не бывает. Претендент на звание самого тяжелого насекомого в мире. А сложением они... Послушайте. Напоминают орех, крепкий и твердый. Они могут выдержать вес, превосходящий их собственный, в 18 раз. Они и правда очень-очень крепкие. А рог? Да. Этот рог не для нападения, нет. Он даже не для защиты от хищников. Этот прекрасный рог для поединков. А в поединках размер тела и рога действительно важен. При появлении чужака начинается битва за свою территорию и за свою пищу. Верхний и нижний рог действуют как лишня, которая хватает противника и выбрасывает его за пределы ринга. У самцов жука-геркулеса самый большой явно считается лучшим. И если самец отстоит свою территорию питания, она может стать территорией размножения. Если он победит, то, возможно, ему достанется и дама. Чтобы доказать, что размер делает жука непобедимым, моя группа поставила передо мной еще одну задачу. О, нет. Борец с умо. Он и есть тот большой жук. А вот и дама. И я должен вытолкнуть его за пределы ринга. Ну что ж. И я должен вытолкнуть его за пределы ринга. Когда сходятся два жука, идет борьба за территорию. И победитель получает территорию, и вдобавок получает и самку. Неплохо, да? Иди, забирай свой приз. Я сочувствую самцам, жуков, геркулесов, особенно проигравшим. Это нелегко, это не весело. И это больно. Я отправляюсь на поиски самых страшных в мире жуков. Я Рут Клейнпастер. И мне понадобится весь мой опыт энтомолога, чтобы избежать опасности и узнать, почему одни жуки могут причинять нам серьезный вред, а другие стать причиной смерти миллионов людей. Но сначала самые вонючие в мире жуки. Неудачная мысль. Этот милашка жук с человеческим лицом. И сейчас вы поймете, почему. Если я его переверну, вы увидите. Вот так-то лучше. Какие волосы. Подождите. Это Рональд Рейган? Но как этот жук оказался среди самых вредных в мире? Они принадлежат к семейству клопов. И где они встречаются? Чтобы найти самого вонючего жука в мире, нужно лишь прийти в огород. В любой на нашей планете. Я нашел тут несколько. Вот на этом подсолнухе. Сейчас я сниму одного, чтобы показать вам. Так, вот он. У меня в руках. Это прекрасное, чудесное создание. У него очень красивые ножки с такими клапанами в виде листочков. Их еще иногда называют крыльяками. Дело вот в чем. Если бы я был птичкой, молодой, неопытной, я бы подумал. А, крылья, попробуем. Но если бы я взял его в рот, отвратительный вкус. И будь я птицей, будь я птицей, я бы усвоил урок. Этого я больше никогда не буду делать. Клопы становятся вонючими и ужасными на вкус, потому что питаются соком растений и используют токсины для вырабатывания неприятного вкуса и запаха. Они делают это для отпугивания хищников. О, какой большой! Наверное, вкусный. Его я тоже попробую. Воняет сильно. Интересно, какой он на вкус. Смотрите, какой красивый. Неудачная мысль. Дурацкая мысль. Иди-ка ты назад. Если вы не верите мне на слово, когда я говорю, что клопы воняют, что эти милые существа могут вызвать рвоту, вот вам независимые нюхачи. Можете поверить им. О, Господи, какая вонь. О, Господи, какая вонь. Запах у них сильный, но они не опасные. А следующий жук по-своему решил вопрос, как спастись от хищников. В природе обычно побеждает хищник. Как беззащитному созданию уберечься от голодного хищника? Ответ? Приготовив невероятный сюрприз. Иногда лучшая форма защиты нападения или приведения в замешательство. А если ты маленький жук в большом лесу, то чем сильнее ты напугаешь своего врага или хищника, тем больше у тебя будет времени, чтобы сбежать. Знакомьтесь, жук-бомбардир. Бомбардиры — сумасшедшие профессора мира жуков. Они производят взрывы, комбинируя различные вещества в своем теле. И если вы оказались не по ту сторону от взрыва, эти жуки могут стать страшными. Но насколько? Эксперт по жукам-бомбардирам Том Айзнер должен это знать. Ты ни разу не видел взрыв? Нет. Давай устроим. Сделаем вид, будто я муравей. Да. А я слегка укушу его в ногу. Какой? В переднюю? В левую? Смотри. В левую, да? Смотри, он брызнул в твою сторону. Он лучший брызгон в мире. Ни на градус не ошибся. А теперь посмотри в другую ногу. Среднюю ногу, с другой стороны. Надень очки. Ущипни его слегка. Сильно не надо. Попробуй в заднюю левую ногу. Да, попробуй в заднюю левую. Сработало! Потрясающе. И он может делать так вплоть до 30 раз. Ух ты! Неплохой средний показатель. Неплохой. И ничего не пропадает зря. После выстрела он снова производит это вещество. Жук-бомбардир — это ходячая зенитка. Он быстро реагирует. Стреляет во всех направлениях и отпугнёт самого большого хищника с гарантией. Спасибо, Том. Спасибо, Том. Это был выстрел на Абуму, он попал мне прямо в ноздри. Он стрелок хоть куда. У нас гости. Веди себя прилично. Это удивительное существо. А механизм похож на тот, которым немцы оборудовали ракеты В-1 во время Второй мировой войны. Тут есть своя система, потому что вещество смешивается. Чтобы не отравиться самим, похудшие вещества содержатся у бомбардиров в двух разных плоскостях. И они смешивают их лишь тогда, когда нужно выпустить в противника струю вонючей жидкости. Это концентрат перекиси водорода. То же самое вещество, которое вырабатывается в животе жука-бомбардира. Представляете? Это ракетное топливо. Это заливают в ракеты. Я покажу то, что происходит у жука внутри. Смотрите. Сначала немного перекиси, вот так. Потом мы добавим то, что вступает с ним в реакцию. Это катализатор. Он ускоряет взрыв. А вот тут я стою. И если это жук-бомбардир, то давайте все приведем к одному масштабу. Сейчас попробуем. Смотрите, что будет. Вот это да! Попали прямо в него! Поиски самых страшных в мире жуков приводят меня в Южную Америку, в оживленное рабочее русло Панамского канала. Я Рут Клинпасты. Я ищу жука, который нагоняет страх на всю сельву. Свирепого хищника, который поедает около килограмма жуков и других мелких существ каждый день. Вот он, вот он, вот он, вот он! Упустил. Поймал. Вот то, что мне нужно. Это так называемый бродячий муравей. Маленький, незаметный. Он кусает и жалит. Может, он и маленький, но он часть гораздо большего сообщества, и я имею в виду сотни тысяч этих существ. Это лишь маленькая дорожка, но если поискать, я наверняка найду что-то побольше. Это поразительно! Они кусачие! Смотрите, прокусил через брюки! Очень больно! Они все кусают! Но интересно то, что они все слепые, но они умудряются меня находить. Ладно, идите, пока! Колонии бродячих муравьев так хорошо организованы, что иногда их называют супер-жуками. И я проберусь в самую середину одной из них. Дорожка вон там. И у меня такое чувство, что гнездо где-то рядом, потому что дорожки становятся все шире. Превращаются в настоящие автострады и потом разделяются. Еду туда несут. Значит, я близок к биваку. Как это интересно! Вот и мы! Смотрите! Это бивак! Это все равно, как если бы целая семья людей взяла друг другу за руки и образовала дом, а другие поднимались бы по лестницам, подходили к холодильнику, поискали маму, детей. Вот они! Я бы сказал, это гнездо среднего размера. 700 тысяч муравьев, что-то в этом роде. Этот бивак этап на пути кочевников. И все муравьи куда-то движутся. Рабочие муравьи переносят лагерь или бивак каждый день. Они переносят матку и тысячи беспомощных личинок и куколок на новую территорию питания. А охраняют их большие, хорошо вооруженные солдаты. На кочевой станции колония словно прожорливый зверь. Она ненасытна. Ящерицы, птицы и даже змеи становятся жертвами этого неистого супер-жука. Знаете, что будет интересно? Подойти к началу тропы туда, где они копошатся, где происходит действие. Вот там и есть поле боя. Рой каждый день движется в новом направлении. Разведчиков у них нет. А поскольку все они слепые, то идут по феромону или по дорожке запаха, проложенной рабочими муравьями. Иногда бродячие муравьи появляются и в нашем мире. И тогда видно, насколько хорошо они организованы. Они словно поток машин на магистрали. Только у них не бывает ни аварий, ни дорожных пробок. Такое увидишь не каждый день. Бродячие муравьи проникают в дом, находящийся рядом с джунглями. Местные жители не имеют ничего против, потому что муравьи это бескрылые санитары. Они уносят всех грузунов и всех насекомых, которых люди не хотят видеть ни в спальнях, ни в кладовках, ни на кухнях. Рабочие муравьи очень прожорливы. При виде добычи они становятся словно стая крошечных волков. Но основная убийственная сила сконцентрирована в передней части роя. Это словно род свирепого хищника. Я нахожусь в передней части колонны. Посмотрите, они повсюду. Какие большие шеренги! Огромное количество! И самое странное то, что они не прокладывают никаких троп. Они просто кишат повсюду. Находящиеся в передней части муравьи оставляют феромон для других и уходят назад. Добычу, щедро помеченную феромоном, уносят те, кто идут следом. Если добыча слишком велика, ее разрезают на части, и сотни муравьев забирают свой кусок и уносят обратно к биваку. Если передняя часть троя словно род свирепого хищника, то я могу стать его следующей порцией. Не надо! Перестань! Я не в том месте. Я не в том месте, не в том, нет! Какие они кусачие! А теперь муравей, который кусает действительно больно, его укус самый болезненный во всем царстве животных. Хорошая новость в том, что этот жук живет в Центральной Америке, на верхушках деревьев, поэтому я поднимаюсь туда на кране. Плохая в том, что он жалит очень больно, и я согласился испытать это на себя. Чтобы забыть о том, что меня сейчас укусят, я пытаюсь насладиться видом сверху. Как вы уже догадались, верхушки деревьев малоизучены, потому что до них не добраться. Но тут вокруг столько всего. Просто мечта энтомолога. Деревья не похожи одно на другое. Тут есть место для всех. И здесь водятся муравьи. Да, муравьи, даже на такой высоте. Где мой хищный муравей? Сейчас меня ужалит хищный муравей. Они живут в колониях у основания деревьев, но питаются в основном цветочным нектаром на верхушках крон. Хищные муравьи слепые. Они пользуются своими усиками, как палками при ходьбе. И поэтому их укус вызывает такую невероятную боль. Единственный минус от пребывания здесь в том, что ты у всех на виду. Ставки очень высоки. Все насекомые хотят тут кормиться, и хищники это знают. Потому что приходят сюда охотиться на любимую добычу. И если вы крупные насекомые, вроде хищного муравья, то нужно как следует вооружиться, чтобы не оставить врагам ни единого шанса. рабочие муравьи ходят в одиночку. Вам ничто не помешает, если на животе у вас сильное жало. Говорят, что укус этого муравья все равно, что пулевое ранение. Сейчас я это узнаю. Тут уйма муравьев, но все они не того размера. Смотрите! Говорят, что боль от укуса этого муравья такая, будто твою руку на два часа прищемила дверцей машины. Да. Для чего же я это делаю? Самые жалящие насекомые в мире пчелы, осы и муравьи – обманщики. Да, это болезненный обман, но их укус всего лишь трюк, чтобы заставить нас подумать, будто мы получили серьезное ранение. Они просто хотят, чтобы мы ушли. Поэтому даже укус хищного муравья всего лишь болезненный укус. Иди, иди сюда! Кажется, я его поймал. Теперь я возьму и посмотрю, как ков этот муравей из себя. Так, это тот хищный муравей, которого я нашел в листве. А теперь я наберусь мужества и посмотрю, так ли он страшен. Давай, вылезай, вылезай. Иди сюда. Иди ко мне на руку. Он укусил меня, укусил. Все, убирай свою жало. Слезай с меня. Давай, давай, давай. Иди сюда, я поймаю тебя. Пожалуй, я сниму. Видите, около часов, как распухло. Я их сниму, мне они ни к чему. Их называют суточными муравьями. Считается, что в течение суток боль утихнет. Она медленно продвигается по моей руке, идет к кисти. Боль поднимается выше по руке, а прошло всего лишь 20 минут. Этого я никогда не забуду. Никогда. Прошло около часа с момента укуса. Боль ничуть не утихла. В меня будто вонзили раскаленную иглу, которую я чувствую и на другой стороне. Начался сильный дождь. Стало темно, как ночью, и думаю, мне пора вернуться в комфортные условия гостиницы, где я смогу найти лед. Это поможет. Какая боль, и она не проходит! Прошло около шести часов с момента укуса. Легче не стало. Очень больно. Легче не становится. Рука распухлая и болит отсюда и досюда. Рука, если ею не шевелить, совершенно немевшая, твердая. Ею трудно двигать. Внутри она какая-то плотная, твердая. Она почти не болит, если ею не шевелить. Доброе утро. Я пару часиков поспал, что было неплохо. Прошло шестнадцать часов после укуса. Я уже могу надеть часы, опухоль спала. А боль напоминает онемение после укуса пчелы. И это значит, что я пошел на поправку. Значит, я буду жить. Я усвоил рог и как следует. С хищными муравьями шутки плохи. Их укус еще тот. Мои поиски самых страшных жуков заводят меня вглубь аризонской пустыни. Это штаб-квартира скорпионов. У меня тут два крепких орешка. Оба скорпиона, оба из пустыни. Один из них — убийца. Он может вывести из строя и убить человека. Другой — практически безвредный. Сможете угадать, кто есть кто? Нет? Я вам покажу. Вот этот. Вот этот. Он безвредный. Да, он ужалил меня и до крови. Но его яд наполовину слабее пчелиного. Этот скорпион настолько сильный, что редко пользуется жалом, чтобы поймать добычу. Он применит его лишь в самом крайнем случае при защите, если чувствует угрозу. Например, как сейчас. Да, 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 да. Он просто бодает меня. И самое интересное, что это почти не больно. А вот другой скорпион, он опасный. И на это есть причина. Древесный скорпион охотится на стволах деревьев и скалах. Но там он хорошо виден хищникам, как и хищный муравей. Он применяет яд не только для того, чтобы поймать добычу, но и чтобы защититься от хищников. Съемочная группа уготовила мне очередной сюрприз. Не знаю, что нового о древесных скорпионах принесет мне прогулка по пляжу, но я наверняка это выясню. Чтобы узнать, на что способен древесный скорпион, меня попросили пройти по пляжу мимо этой девушки. Что может быть проще? Больно? Что это такое? Какой маленький? Это электрошок для скота. Сколько тут? 10 тысяч вольт? А если я вас так... Господи! Это не честно. Это доказывает, если ты маленький, но обладаешь мощным оружием, то можешь уложить кого угодно. Девчонка! Взаимоотношения человека и жуков были, скажем, не самыми теплыми. А черная вдова оставила после себя уйму жертв и разрушений. Хорошее местечко для паука. Тут есть все, что нужно приличной черной вдове. Для этих пауков туалеты стали лишь началом их долговременной связи с людьми. Думаю, сейчас они говорят, современные города и жилища, давайте их сюда! Девчонка! Девчонка! Многие города расширились и заняли территорию черной вдовы. И это грозит нам опасностью. За последние 25 лет сообщалось о множестве случаев укусов этого паука, но, к счастью, есть подтверждение только четырех смертных случаев. У этих особей самая опасная самка. И я хочу познакомиться с ней поближе. Вот что я называю первоклассным жилищем. Старый цветной горшочек, хороший и укромный, с большой паутиной, в районе, где много мусора и других насекомых, много мух и много еды. Она сидит в горшке и ждет. Паутина вот здесь. А в паутине есть еще кое-что. Еда в бесчувственном состоянии. Муха, покрытая шелковой паутиной. Все мы знаем, что они ядовитые. А причина, по которой они пользуются ядом, очень проста. Пауки еще не придумали холодильники. И когда они ловят добычу, то хотят, чтобы она подольше оставалась свежей. Если еще не готовы ее съесть, что они делают? Упаковывают в паутину, впрыскивают небольшую дозу яда, не убивая ее, и добыча сохраняется в течение четырех-пяти дней. Может, паук-черная вдова так ядовит, потому что он маленький и уязвимый, как хищные муравьи и древесные скорпионы. Но вот что хорошо. Как и все пауки, они не хотят нас кусать. Как правило, черные вдовы не агрессивны. Но вы должны быть осторожны, ведь они ядовиты. И не пытайтесь проделать это дома. Если вас вдруг атакует паук, не трогайте его. Вы поднимите его вот так и положите на место. Смотрите! Шумный город, бурлящая жизнь и множество людей, а точнее, 4 миллиона, потому что это Сиднея, Австралия. А теперь давайте вернемся на 300 лет назад. Вот так-то лучше. Чистый, незагрязненный, непотревоженный буш. И вот в этой местности размером всего 50 квадратных километров жило некогда удивительное создание. «Воронковый паук». Теплым летним вечером самцы воронковых пауков выползали из своих шелковистых гнездышек и отправлялись на поиски самки. Они могли оказаться за много километров от дома. Так они жили миллионы лет. А потом... 200 лет назад был основан город Сидней прямо на территории обитания воронковых пауков. И что сделали пауки? Да ничего. Самцы отправляются на свои поиски, как и раньше. Теперь их называют сиднейские воронковые пауки. И окраины города их новый буш. И если романтические прогулки приведут их к вашему дому, то они могут войти. Но беда в том, что они одни из самых ядовитых пауков на планете. Если загнать их в угол, они бывают агрессивные. 13 человек погибли от их укусов в районе Сиднея, но после открытия в 1981 году противоядия ни одного, хотя ежедневно их укусам подвергается 30-40 человек. Обычно они питаются жуками и тараканами. Поэтому остается загадкой, почему яд воронковых пауков так опасен для людей и приматов. Я застал одного с поличным в старом гараже. Посиди здесь, приятель. Некоторые агрессивнее других. Если они поднимаются, значит, дело серьезное. Нужно быть очень осторожным с дуновением воздуха. Он поднимается на задние лапы. На всех языках это означает опасность. Не подходи ко мне. Я сейчас попробую кое-что сделать. У меня есть теория. Паук не кусает то, почему он идет. Должна быть веская причина для нападения, если нападают на него самого. Я попробую сделать так, чтобы он прошел по моей руке. Наверное. И это, чтобы вы не думали, вовсе не глупость. Я имею дело с жуками. Хорошими, плохими уже 20 лет и знаю, когда грозит опасность. И еще я знаю, что пауки очень дорожат своим ядом. Они не станут тратить даром ни капли. И что нападают лишь в случае угрозы. Это было близко. Даже не верится, что я это сделал. Но прошу вас, если вы живете в Сиднее или там, где водятся ядовитые пауки, не делайте этого. Поиски самых страшных жуков заводят меня в болото. Это может быть где угодно в тропиках. Я Рут Клейнпаста, и я хочу найти жука настолько опасного, что его винят в смерти миллионов людей за последнюю тысячу лет. А ты как? Кажется, я что-то слышу. Он меня еще не нашел. Эти страшные жуки любят нами кормиться. И они находят нас издалека, по запаху. Разумеется, я имею в виду комаров. Вот эти живут в лаборатории, где ученые пытаются выяснить, какие запахи привлекают комаров больше всего. Это делается так. В этом отсеке держатся множество комаров и всякие трубочки с различными запахами. А потом определяется реакция. Номер один. Их привлекает запах изо рта, углекислый газ. У меня есть пакетик с искусственным углекислым газом. Я положу его в этот отсек и посмотрим, что будет. Вот они летят прямо на углекислоту. И она правда их привлекает. Если я сделаю так и подышу, им это понравится еще больше. Итак, дыхание. Вот еще один. Я запускаю туда руку, открываю его. Это говорит о том, что химические вещества на моей руке, запах пота и тела, также являются хорошими стимуляторами для нападения самок. Но у меня есть еще кое-что. У меня есть запах всех запахов. Я не мыл их пару дней и надеюсь, что это их не убьет.